Мебельный центр «Галерея-11». Пять этажей домашней мебели. Покупайте с удовольствием. Галерея-11 на Студенческой-11. Галерея мебельных магазинов. Здравствуйте! В эфире познавательная программа «Мебель, как она есть». Выставка Олега Елового знаковой фигуры на арт-сцене Цвердовска 80-90-х годов открылась 6 ноября в галерее Антонов в атмосфере легендарного дома Елового. Этот старинный дом с яблоневым садом в центре города стал его родиной и первой арт-резиденцией Урала, где проходили творческие посиделки и встречи актуальных художников из разных точек мира. Это очень известный в нашем городе художник, очень интересный художник, который ушел 13 лет назад из жизни. Работы на эту выставку предоставили более 20 человек, совершенно разных, из разных городов. И помощником в этой выставке, то есть со-куратором, был Коля Кольский, это его друг Олега Елового. И надо сказать, что он проделал большую работу для того, чтобы собрать максимальное количество работ. Такой большой выставки, пожалуй, не было ни разу. Картины, правда, сейчас здесь представлены, которые просто не видели еще люди. И еще есть, которые можно показать. И я думаю, также будет возрожден, и свет наконец-то покажем достойно, музей простого и наивного искусства Урала и Сибири, который создал Олег. Такие художники, как Букашкин, ушедший Олег Еловой, это такая дань памяти. И это лишнее напоминание людям о том, что нужно помнить тех, кто был с нами, и это были лучшие люди. Нельзя забывать таких замечательных художников. Просто это наша гордость. Это наш город, это знаки нашего города, это легенды нашего города. Работ предоставлено очень много. Это и живописные работы, графические листы, скульптура. Ну и, конечно, очень интересный блок. Это, во-первых, фотографии еще предоставлены. И все это предоставлено друзьями. Личные вещи Олега Елового, которые бережно сохраняются. Друзья называли Олега Елового «Елкиным». Он действительно был большим и красивым, долгожданным и недолговечным, как и рождественское дерево, готовый всех принять и водить веселые хороводы. Одним словом, как назвала его жена Василина Верди, «Елкин – это человек-праздник». Олегу он всегда экспериментировал и никогда не останавливался на достигнутом. Ему всегда было интересно искать новые формы выражения. Он искал себя, искал свое место в искусстве. И испробовал все, что только можно было. От музыкальных экспериментов до архитектурных и дизайнерских. И в каждом своем проявлении он доходил до определенных высот. И, в принципе, все эти работы можно воспринимать как музейные экспонаты. Как настоящий художник, который занимался современным искусством того времени, он изучал самые разные направления. От перформанса, то есть он один из первых, кто начал делать перформансы и занимался акционизмом в уральском искусстве, до живописи традиционной, ну, понимания актуального искусства. В последнее время был такой стиль иконописи, да, и то есть эта выставка называлась «Уралосибирское мифотворчество», где он делал работы непосредственно там в Цюрихе на досках, то есть в стиле такой иконографики. И они остались там потом после нашего отъезда, их было невозможно увезти. Теперь это хранится там в частных галереях Цюриха и ближайших городов Швейцарии. «Счастлив тот, кто счастлив дома», утверждал Лев Толстой. А с классиком, как известно, не поспоришь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова